Друзья, привет! Мы все с вами знаем, что на протяжении последних ста лет существовало множество методов обучения английскому языку. И в разные периоды разные методы считались основными. Например, это был grammar translation method, а затем был audio-lingual method. И вот на протяжении уже последних 30 лет это communicative language teaching. На протяжении последних 20-30 лет коммуникативный метод стал единственным повсеместно признанным методом обучения английскому. И вообще коммуникативный метод стал уже как покойник, о котором мы говорим либо хорошо, либо ничего. И сегодня я хочу рассказать о моём подходе. Мне совершенно неинтересно следовать какому-то одному методу. Меня интересует только то, что действительно работает. И мне совершенно не важно, из какого метода это пришло, какой учёный впервые об этом заговорил, или из книги, какого года выпуска это вышло. Также с опытом я поняла, что у всех тех приёмов, которые работают, есть общие принципы, которые делают их эффективными. И вот эти принципы можно применять к любому методу и делать его эффективным. И также я поняла, что то, что работает для одного учителя в конкретных условиях, совершенно не подойдёт для другого учителя. Я убеждена, что обучение – это искусство. И несмотря на то, что мы, как и все художники, должны обладать определёнными техниками, с опытом мы вырабатываем свой собственный подход, свой собственный метод. Поэтому лучшим ответом на вопрос, какой метод вы используете, на мой взгляд, был бы такой. Я использую коммуникативный, например, метод. Я владею лексическим подходом и так далее. Но в работе я использую мой уникальный метод – метод имени меня. А теперь давайте поговорим о принципах, которые действительно работают. И не потому, что это какой-то нашумевший новомодный метод, а из-за того, что эти принципы просто-напросто основаны на законах человеческой психологии. Друзья, как мы с вами говорили в этом видео, мы с вами лучше запоминаем информацию, если она позволяет нам решить какую-то проблему. Из этого делаем вывод, что будет очень эффективно перед тем, как преподнести какую-то информацию, дать студентам решить какую-то проблему лексическую или грамматическую, и только после этого дать им информацию по этой теме. Например, перед тем, как объяснить вашим ученикам present perfect continuous, попросите их перевести на английский язык эти два предложения. Я живу в Москве. Я живу в Москве пять лет. И если они не знакомы с present perfect continuous, скорее всего, они переведут оба эти предложения, используя present simple. И вот тогда вы их удивите, что мы никогда не используем present simple, чтобы говорить как долго. И таким образом преподнесенная информация запомнится гораздо лучше. Второе. Мы с вами мотивированы только тогда, когда наши действия ведут к какой-то конечной цели. Из этого делаем вывод, что не надо просить ваших учеников просто общаться друг с другом. Дайте им такое задание, где они должны будут общаться, коммуницировать, чтобы это задание выполнить. Например, вы можете попросить одного ученика заполнить таблицу с помощью информации, которая есть только у другого ученика. Третье. Нас с вами мотивирует соревновательность, соревнование. Даже скромные ученики любят соревноваться, если они в команде и если у них есть возможность внести какой-то позитивный вклад. Делаем из этого вывод. Мы с вами можем включать элементы соревнования в наши уроки и, например, превратить повторение лексики, лексического материала в игру. Вот в этом видео я говорила о нескольких играх, и я обязательно буду продолжать снимать видео про эффективные упражнения, про эффективные приемы и про хорошие игры. Четвертое. Нам всем нравится быть вовлеченными и включенными в процесс. Вывод. Мы с вами должны организовывать любое занятие, любую активность так, чтобы все ученики принимали в этом участие. То есть даже если у вас один ученик делает какой-то доклад по какой-то теме или по статье, вы можете организовать весь этот процесс как конференцию. Вы можете попросить всех учеников подготовить какие-то вопросы по теме или сказать им, что после доклада вы будете спрашивать у них вопросы по этому докладу, или они должны будут поспорить, или согласиться, или сказать, что их удивило. Или, например, совершенно понятно, что если ваш ученик готовится к ЕГЭ, но у него низкий уровень и времени у вас осталось мало, будет совершенно неэффективно проводить ваши уроки полностью на английском языке. И будет совершенно неправильно слепо следовать какому-то методу, который строится на использовании только изучаемого языка. Шестое. Неважно, какой метод использует наш учитель, никому из нас не нравится, когда нас стыкают в ошибки, когда нас осуждают или когда нас высмеивают. И я, например, уверена, что любящий свою работу и своих учеников учитель, даже если он следует какому-то устаревшему методу, достигнет гораздо лучших результатов, чем учитель, менее заинтересованный в своей работе и в своих учениках, даже если он оснащен самыми последними технологиями, техниками, учебниками и так далее. Но, конечно, друзья, это не означает, что мы с вами не должны интересоваться и изучать различные методики, техники, эффективные приемы. Дорогие друзья, делитесь, пожалуйста, вашими мыслями в комментариях. Нам всем будет очень интересно почитать, согласны вы или не согласны, какой метод вы используете. И подписывайтесь обязательно на мой канал и регистрируйтесь на мой вебинар Speaking Success, который пройдет в субботу 9 ноября. Всю информацию я оставлю в описании под этим видео. А я вас всех скоро увижу. See you soon. Bye-bye.